Путин спокойно этих людей отпускал, все хорошо, они выходят из русской тюрьмы, румяные, розовые, что Толокотниковы, что Сенцов. Навальный румяный вышел? Навальный, как ты видишь, был доходягой уже, у него здоровье подорвалось. Доходягой? Ну он сильно похудел там в тюрьму. Из-за чего? Ты расскажи мне. Нет, из-за чего он был. Ну я не знаю почему он. Ну это из-за того, что его отравили, нет? После отравления он какой был? Его Путин спас. То есть ты удивляешься тем людям, которым вот к Киеву подошли, вот, и они начали давать отпор. И люди решили, что вы к нам пришли, мы вас сейчас отсюда выпьем. Ты удивляешься, как же они могут убивать тем, кто пришел с оружием и смертью к ним в дом? Таких же, как они. Хороших, прекрасных, замечательных. Когда, не приведи бог, тебя грабить придут, такой же, как ты. Да не только россиянин, не только дизайнер, не знаю, с тем же цветом волос в тех же кроссовках. И если единственный шанс спастись от него, тебя будет его убить, ты так не сделаешь? Я никого не хочу убивать. Нет, еще раз, ты так не сделаешь? Есть единственный шанс защитить себя и свою семью. Да или нет? Давай по-другому. Да, я так сделаю. И это то, что я тебе хочу сказать. Вот они то же самое и делают. В общем-то, там интересных фрагментов очень много, но если коротко, мы, конечно же, перейдем сейчас к вопросу обменов. Это важный вопрос, и неспростая именно цитату Навального сюда, про Навального я взял. Но, Лебедев, Дудь, я, по-моему, у вас еще не спрашивал, ну, по крайней мере, в наших диалогах такого, по-моему, не звучало. Что бы вы сказали по каждому из этих персонажей? Как вы относитесь к ним? Я, откровенно говоря, мало смотрю и того, и другого. Даже Дудя я не очень смотрю обычно. У меня просто не хватает времени смотреть все эти длинные интервью. Я обычно всегда слушаю с большим вниманием всех тех, кто их отслушивает и потом комментирует. Поэтому у меня, откровенно говоря, нет отношения ни к одному, ни к другому. То, что я составил себе из того, что я краем уха слышал, я так понимаю, что Дудь – это интересная площадка, где что-то происходит, где всегда что-то происходит. А Лебедев, ну, просто он, ну, не хочу говорить слова, потому что интернет забанит. Ютуб забанит. Ну, я думаю, все поняли. Я думаю, все поняли. Там все, у него, по-моему, на лице написано все, что он из себя представляет. Поэтому это как раз очень простой вариант, когда у человека просто написано на лице все, чем он является. Как передают российские, ну, средства за собой массовой информации, в общем-то, не хотелось бы даже их так величать. Но все же, не в этом суть. Понижается и порог, скажем так, требований, которые россияне выдвигали. Вот как пишут, юридические нюансы по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров, сказал Песков. Хотя и добавил, что мирного саммита ПРФ пока не готовится. Пишут, что, напомним, ранее Москва постоянно намекала на то, что с Зеленским вести переговоры бессмысленно, так как он, по мнению руководства РФ, потерял легитимность. Ну, и, в общем-то, глядя на эту конструкцию, когда они говорят одно, а через неделю говорят уже другое, то мы ожидаем понижения требований в том, чтобы ВСУ вышли на границы Херсонской-Запорожской области. Скорее всего, это требование тоже будет снято. Ну, вот еще вопрос, а какие же еще требования будут убраны? Нет, подождите, подождите. Это вы далеко немножко пошли, потому что эта фраза была вырвана из контекста, потому что мне удалось послушать 45 минут Песковского интервью. Он сначала абсолютно повторил все то же самое, что в Украине вообще не с кем разговаривать. Там все нацисты, все незаконные, все легитимные и так далее и тому подобное. Он этому посвятил целые 5 или 10 минут. А потом он оговорился, ну, вообще-то, типа, ну и можем поговорить и даже с этими. Если уж вдруг их нет, то можем и с этими поговорить. Но все-таки он повторил все то же самое, что есть. То есть, на самом деле, я здесь не увидел никакого кардинального изменения позиции или ослабления, или, не знаю, понижения порога чувствительности. Там все он проговорил. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что Путину выгодно какое-то перемирие. Ему просто, грубо говоря, ему важно сохранить свое лицо. То есть, ему нельзя показать, что ему выгодно это перемирие. Ему нельзя показать, что он готов на него пойти. Ему надо разыгрывать плохого парня. Поэтому они будут подставлять наверняка какие-нибудь там фигуры такие, ну, вот, начиная с того, что там Пескова, который начинает чего-то там зондировать. Но Песков все-таки это специфическая очень фигура. Я вообще не верю ни одному слову, сказанному Пескову, никогда. И поэтому любая позиция Пескова – это мутная игра, это и ПСО. Я Пескова рассматриваю всегда как ипсошника, всегда как пропагандиста. Он не является никаким искренним человеком, хотя он рассказывает довольно искренне. И, кстати, в этом смысле он весьма профессионален для той должности, за которую он получает деньги, а именно вранье, делая вид, что он такой вообще даже приличный человек. Когда-то был. Значит, то, что Путин сейчас, грубо говоря, уперся рогом и не хочет показывать, что вот ему как бы нужнее эти переговоры. Они-то нужны и нужнее. Но он вот делает вид, что да нет, ну, сами придут, ну, сами позвонят, ну, сами будут стучаться. А я это все покажу своему населению, что как бы, ну, вот меня уговорили на эту историю. Ну, Ступ вот хорошо отметил, он отметил, что Украина сейчас находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, президент Финляндии. Ну, тут-то вот в чем акцент? Акцент в том, что выигрышная позиция за счет того, что как бы Владимир Зеленский сам предложил вот как бы этот мир. Он сказал, что я готов. Я готов, вот там мои условия, то есть я уже готов, вот условно говоря, там идти на мир. Ну, на мир, как бы, по общепринятым нормальным законам, по нашей формуле. И тут уже мяч на стороне, как бы, в световой этой спельноте, он на стороне уже, получается, Путина. То есть, как бы, теперь к нему будут приходить и говорить, так, слушай, ну, а что ты рогом упираешься? Вот человек сказал, вот он готов. А что ты? Да, это был сильный ход, это с самого начала я говорил, что Украина, когда, не хотела, когда она говорила, что мы не хотим выходить на какие-то переговоры, пока там у нас идет война, пока россияне убивают наших людей. Это было такое, ну, понятное объяснение. Но это было, с точки зрения геополитики и дипломатии, это была слабая позиция. И вот это парадокс, да, потому что чем упертие, как бы, страна, которая хочет себя освободить, тем слабее ее дипломатическая позиция и переговорная позиция. И вот когда президент Зеленский сказал о своей формуле мира, и когда он запустил эту историю с мирной конференцией, то было видно, как россиянам вдруг поплохело, потому что они поняли, что все, карта бита, и китайцам, кстати, поплохело, потому что все те, кто носились со своими планами мира, всякие там папы римские, китайцы, Путин, я не знаю, еще кто-то, какие-то там Орбаны и прочие всякие люди, вот все они оказались битыми, потому что Украина сама предложила свой мирный план, свою конференцию. И даже вот тогда, когда президент Зеленский сказал, ну, в принципе, мы не против даже того, чтобы какая-то российская делегация приехала на следующую конференцию. Там подразумевается, что это, естественно, не будет Путин, потому что она будет наверняка происходить в стране из одной из 124 подписантов, ратификантов римского статута, и поэтому он туда просто не поедет, потому что его там могут арестовать как международного разыскиваемого преступника. Но, тем не менее, туда может поехать какая-то там условная российская делегация. И действительно, таким образом, и Офис президента, и МИД Украины получили, на самом деле, инициативу в свои руки. И то, как Российская Федерация реагировала на конференцию в Швейцарии, было видно, что для них это очень неприятная штука. Они же задействовали огромный дипломатический канал для того, чтобы отговорить часть стран. Им удалось отговорить 30 стран примерно, чтобы они туда не ездили. То есть если бы, как они говорили, им наплевать было на все эти мирные конференции украинские, то зачем надо было отговаривать, то есть типа, ну если это вас не интересует, то дайте возможность людям тогда этим заниматься. Они же пошли, что они же даже Гутерриша отговорили, генерального секретаря Организации Объединенных Наций, в нарушение, кстати, его прямых служебных полномочий, его статуса. То есть на самом деле, конечно, это прорыв украинской дипломатии. Другое дело, что россиянам же просто верить нельзя на слово. Вот в чем проблема. И, кстати, украинцы это озвучивали. Они говорили, мы, в общем, не против того, чтобы кто-то из России там приехал. Ну надо посмотреть, конечно, кто и на каком уровне и о чем будет говорить. Но даже если они приедут, и если мы о чем-то договоримся, а где гарантии, что это будет исполняться? Потому что Путин уже так много нарушал своего слова. У него просто репутация человек, который не держит слова. То есть, в принципе, ему просто нельзя доверять. И, кстати, в этом смысле очень сильный ход украинский дипломатический был поездка Кулебы в Китай. По мирным планам, вот что я хотел спросить. Тут целый водоворот вот этих мирных планов. И хорошо это или плохо, вот возникает вопрос. Потому что я себе тут записал заметки. Китайский, Бразильский, Турецкий, план Дональда Трампа, план Бориса Джонсона, план Майка Помпео и еще там много других планов. И вот у меня тут... Папа Орбана и Папа Римского еще туда же добавить. Да, Орбана, Папа Римского. То есть, ну, целый как бы действительно водоворот. Три мысли у меня на этот счет возникли. И, кстати, что спам вот этот мирными планами и многочисленные манипуляции, они вот могут дискредитировать сам процесс, равно как и прогресс этого процесса. То есть, относятся как к нереалистичному. То есть, уже кому не лень может написать свой план, как бы и что, и ничего. Второй момент. Действительно, это поиск выхода из ситуации. Чем больше предложений, тем больше внимания, тем больше шансов на успех за что-то как бы зацепиться. И третий момент. Многочисленные планы рассчитаны на прощупывание и играют как роль окон Овертуна. То есть, на что готова та или иная сторона, где можно продавить, где продавить принципиально нельзя. Какие из этих мыслей, по вашему мнению, близки к реальности? Все близки к реальности, но особенно третьи, потому что, конечно, это прощупывание. Конечно, это прощупывание с разных сторон. Но здесь надо исходить из того, что я не боюсь, кстати, той первой мысли, которую вы сказали, что такое обилие планов может их дискредитировать. Потому что нужно напомнить, что, в общем, есть две стороны войны. Да, есть агрессор, есть жертва. И медный план на самом деле проходит через эти две страны. Все остальные – это третьи страны. Все остальные могут быть третьи страны, которые каким-то боком, типа Соединённых Штатов Америки или Китая, то ли с одной, то ли с другой стороны, и сами по себе большие. Потому что вот Орбану, когда он проехался со своим мирным планом, со своей поездкой с Кругосветной недавно, ему же просто сказали, что типа, а кто ты такой? Ну, кто такая Венгрия? И о чём разговаривать с Венгрией? И что Венгрия может дать для мирного плана? То есть она чего? Гарантировать может что-то? Да, просто место, так сказать, проведения плана, но она не может дать даже места, потому что она не является нейтральной страной, она поддерживает Путина. И по этому поводу она сторона конфликта практически со стороны путинского режима. Так что в этом смысле на самом деле не так много людей, которые с серьёзными какими-то планами. И в любом случае всем же было сказано уже давным-давно и даже Соединённых Штатов Америки, и это, кстати, был в своё время огромный прорыв дипломатии украинской, о том, что никакой мирный план не может осуществляться за спиной Украины какими-то третьими странами. Это было самое главное, то есть вот самое главное, что было сказано. Таким образом, кто бы... Ещё остались только марсиане, которые там прилетят и тоже предложат свой мирный план, а потом плутоняне, а потом ещё кто-нибудь, а потом ещё с альфа-центавы кто-нибудь прилетит. Ну вот, ну понятно, что всё равно есть агрессор и есть жертва, и мимо ни России, ни Украины в этом смысле никто всё равно пройти не может. А про Китай, а точнее про Китай в разрезе Мелани, которая там была, что это, по-вашему, означает? У меня есть, конечно, ряд вопросов, но вот я сначала хочу услышать ваше мнение, а потом уже будем корректировать. Ну, во-первых, ничего это не означает, потому что все ездят в Китай. Китай является такой страной, которая, во-первых, это фабрика мира, то есть у всех есть свои экономические интересы в взаимодействии с Китаем, туда ездили и американцы, туда, кстати, не раз ездили американцы за последний год, а на разном уровне. Туда ездили немцы, туда ездили украинцы, туда ездил Путин, туда ездила теперь Мелани. Вот, то есть я не думаю, что здесь надо слишком глубоко копать, потому что у Италии есть просто конкретные проекты с китайцами, и китайцев интересует Западная Европа. Западная Европа, если взять ее суммарно вместе, то она является вообще самым большим торговым партнером Китайской Народной Республики. Поэтому у отдельных стран этой Западной Европы всегда есть о чем поговорить с Китаем. Вот, а теперь давайте послушаем то, что вы хотели там еще подводные камни какие-то увидеть. Да, вот издание Bloomberg пишет, тут очень многое, но я основную мысль вычленю. То есть они пишут, что этот прием свидетельствует о том, что Пекин пытается разжечь напряженность между членами Европейского Союза, обещая выгодные двусторонние связи для некоторых из них. Даже если блок из 27 стран в целом приближается к более жесткому подходу США к торговле с мировой экономикой. Ну и тут вот один доцент политологии пишет, что, вероятно, в этом поздравлении есть что-то от менталитета «разделяй и властвуй». Вот то, что вы назвали, можно ли как-то в один контекст вместить? Потому что, смотрите, вот выборы, потенциальный переход Трампа. Здесь идет активизация, которой не было хотя бы с точки зрения Украина-Китай. То есть пошла Украина-Китай такой контакт. До этого Орбан приезжал в Украину, Россию, Китай. До этого там Макрон ездил, теперь Мелани туда. То есть такое ощущение, что все туда стекаются, сформировать какую-то, условно говоря, глобальную повестку дня того, что и как вообще действовать в этой ситуации. Нет, это совпадение. Самое главное, понимаете, если бы все эти люди ездили бы только в Китай, то вот тогда бы можно было об этом говорить. Но поскольку они одновременно ездили в Соединенные Штаты Америки, в другие страны, то есть на самом деле это просто нормальная функционирование дипломатии. Просто если вы вырвете это из контекста и дадите так, то создаст впечатление, что Китай вообще является таким абсолютно единственным местом на Земле, куда всем надо ездить, потому что если вы хотите решить какие-то свои вопросы. Это не так. Но, тем не менее, Китай на самом деле является значимым игроком геополитическим в мире. И поэтому натурально это естественно ездить в Китай, потому что у всех тех людей, про которых вы говорили, у них у всех есть торговый интерес и экономический интерес в Китае. А у Китая есть, соответственно, эти интересы в этих странах. Причем, если вы возьмете просто экономику и ее даже вычлените из геополитики, то, допустим, Си Цзиньпинь, который приезжал недавно в Западную Европу, он приезжал во Францию, он приезжал в Сербию, он приезжал в Венгрию. То есть это уже укладывается в то, что вы говорите, но, тем не менее, у него переговоры не обязательно были геополитическими. У него в том числе экономика прежде всего была. Кстати, в каждой из этих стран, и в том числе, кстати, во Франции, когда он встречался с Макроном, он одновременно встречался еще с Урсулой фон дер Лайен, поскольку он не захотел тратить время, чтобы ехать отдельно в Брюссель, чтобы с ней разговаривать. Вот он просто воспользовался возможностью встретиться с ней на территории Франции и поговорить на общеевропейские темы. И в этом смысле Китай все-таки является значимым игроком, об этом мы говорили. Но это не означает, что он делается единственным игроком, без, скажем так, влияния которого или без решения которого ничего вообще в жизни теперь не может делаться. Это переоценка роли Китая, потому что у Китая на самом деле есть и огромные внутренние проблемы. И с другой стороны, кстати, у Китая не такое уж сильное влияние. То есть у него не прямое влияние ни на Россию, кстати, ни на Северную Корею. Потому что всегда считается, что вот достаточно на Сидимпиню просто чего-то там решить и позвонить Путину, и Путин это сделает. Вот это не так. Потому что я вам напомню, что когда Сидимпинь приезжал в прошлом году с визитом к Путину, он сократил свой визит на один день. То есть он уехал на день раньше, и у них было какое-то напряжение в этом визите. И что, несмотря на то, что они во время этого визита подписали протокол о неугрозе ядерного оружия, сразу, как только Сидимпинь на день раньше уехал в Китай, Медведев, вот тот же самый пьяница Медведев, вылез и начал опять пугать всех ядерной дубиной. А Путин объявил, даже не посоветовавшись с Лукашенко, о том, что он перебазирует свои тактические ядерные ракеты на территории Белоруссии. Так что Китай в этом смысле, когда на него смотрят и молятся, и говорят, что вот всё разрулит Пекин, достаточно Китаю принять какое-то стратегическое решение, и он может надавить на Российскую Федерацию и добиться от неё положительного сдвига. Это не совсем так. Хорошо. Я сейчас приведу в пример президента Чехии, который считает, что чтобы был результат мирных переговоров, должны быть привлечены и Китай, и Россия. Также Павел ранее говорил о том, что ожидает определённого сдвига в конфликте в конце этого или в начале следующего года. Но мой вопрос немножко о другом. Об F-16. Ожидаете ли вы от них какую-то революцию или вообще что ожидаете? Нет, революцию не ожидаю совершенно, потому что слишком мало, слишком долго, слишком поздно. Если бы F-16, которых, в принципе, пообещали, до конца года 80 штук, сейчас приходят вроде бы первые 40, а потом ещё 40 до конца года. Вот если бы к вам пришло 1000 F-16, и не сегодня, и не до конца этого года, а в прошлом году, вот тогда бы это была бы революция. А к вам приходят только 40, и их надо обслуживать, их надо принимать и так далее. Нет, они никаким прорывным моментом не станут, увы. Они станут подмогой. То есть это важная вещь, потому что они просто помогут вам бороться с теми ракетами, которые сейчас ваше ПВО не удаётся перехватывать. Потому что когда самолёт-перехватчик находится в воздухе, ему некоторые виды ракет сбивать легче, чем просто вот это делает ПВО. И вот здесь эти F-16 могут помочь. То есть они, грубо говоря, даже помогут, скорее всего, даже не на фронте, а они помогут Киеву, Сумам, Чернигову, Одессе, Львову и всем тем городам, которые обстреливаются российскими ракетами. То есть в этом смысле они помогают, но они не являются решающим фактором. И я с вами согласен, что, в общем, реально, конечно, для переговоров, конечно, нужны победы на фронте. Вот сейчас Украина успешно отбивается. И то, что Россия ведёт наступление, на самом деле это тоже не очень плохая новость для Украины, потому что, это я неоднократно уже говорил, потому что статистика военная всегда говорит о том, что сторона, которая наступает, теряет в пять раз больше, чем сторона, которая обороняется. Это средняя статистика по любой войне в любой стране мира, в любые века. Всегда так было. И то есть если Украина перейдёт наступление, то она станет терять в пять раз больше, чем россиянин. И это станет для неё большой проблемой. Вот пока россиянин наступают, она просто уничтожает эту живую силу, уничтожает технику, уничтожает эффективно, надо сказать. Теперь, когда до неё дошла уже американская помощь, проголосованная в апреле месяце, это стало более эффективно. Но даже сейчас всё равно приходится частично отступать. Это понятно, что это тактическое отступление, для того чтобы, опять же, сохранить себя, сохранить войска, сохранить свою технику. Но пока что вот это именно состояние, то есть, с одной стороны, в военном смысле оно довольно выгодно, а в переговорном смысле оно невыгодно, конечно, потому что в переговорном смысле надо бить врага, чтобы он бежал, и вот тогда с ним можно переговариваться совсем о другом. Тогда, может быть, уже разговор будет не о переговорах, а о капитуляции. Вот это совсем другая ситуация. И до неё сейчас ещё, к сожалению, очень далеко. Сергей, спасибо, что отвечали на мои вопросы. Как всегда, рад был вас видеть, приятно было с вами поговорить и услышать ваши мысли и аналитику. Спасибо вам большое. Геннадий, хотел бы начать с того, что вот много сейчас говорят о каких-то мирных переговорах, перемирья. Официально ничего не известно, кроме того, что Владимир Зеленский говорит, что к ноябрю готовится какой-то план, какие-то варианты. Но именно в российских пабликах много говорят о первом ноября. Якобы на первое ноября может быть какое-то прекращение огня, перемирья. Многие говорят, что это есть ИПСО со стороны России. Как вы считаете, на какой стадии сейчас вот именно, наверное, потенциал российской армии оккупационной, на что она способна? Потому что вот Институт изучения войны говорит следующее, что вот теперь атаки России, они такие рваны, потому что физически не хватает ни техники, ни людей, ничего, даже машин обыкновенных. Поэтому очень-очень непростая ситуация именно в атаках Российской Федерации. Ну, надо понимать, что Россия не собирает, ну, в смысле Путин, давайте так, Путин не собирается всерьез завоевывать Украину, он понимает, что у него нет ни сил, ни возможностей, ни средств. Почему называются там даты ноября, всеми называют даты в ноябре, потому что 4 ноября завершатся выборы в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки сейчас, по большому счету, находятся в состоянии такого неопределенности, кто победит. От этого много будет зависеть, ну, я полагаю, что не все, но, тем не менее, много будет зависеть в ходе войны, ее завершения. Если приходит Трамп, то, с учетом его импульсивности и непредсказуемости, он действительно может выполнить свои заявления о прекращении помощи Украины для того, чтобы посадить, усадить силой Украину, подчеркиваю, ну, фактически, принудить Украину начать переговоры. Дело в том, что предметы для переговоров до сих пор никакого нет. И вот это главная беда и проблема в текущей ситуации. Но, если приходит новая администрация демократа во главе с Камилой Харрис, то ситуация может серьезно меняться. И меняться в лучшую сторону для всего мира и для Украины. Дело в том, что эта администрация будет готова поставлять Украине действительно необходимое количество вооружений, помощи, поддержки и так далее и тому подобное, что позволит Украине начать собственное наступление. То, что сейчас осторожно-осторожно говорят о передаче некоторых машин F-16, это хорошо. Эксперты утверждают, что примет решение в Вашингтоне, по крайней мере, на сегодняшний день, оснастить эти F-16 самым дальнобойным, самым современным вооружением. Но надо четко понимать, что там два, там, десять, там, F-16, они, конечно, полезны, но они не изменят ситуацию в воздухе. А для того, чтобы Украина могла обеспечить прийти в воздухе, там нужно совершенно другое количество, многие, многие десятки машин должны быть переданы зипы, комплекты, значит, все необходимые компоненты для их обслуживания. Конечно, это все должно быть в хозяйстве, где есть опытные техники, опытные легки. И мы предполагаем, ну, многие предполагают, эксперты, что если приходит от власти администрация демократов без, Америка остается без Байдена, а у него другой президент, то помощь продолжится. И тогда действительно могут начаться через какое-то время переговоры, но уже на условиях Украины, на условиях цивилизованного мира, который им подверждет Украину в борьбе. И поэтому сейчас, давайте по-честному скажем, до 4 ноября, и там, ну, может быть, даже позже, потому что мы знаем, что приходит президент на выборах 4 ноября, но вступает в должность 20 января, вот в этот период каких-либо прорывных решений, каких-либо радикальных изменений ни на фронте, ни в войне, ни с точки зрения каких-то переговоров не будет. И все прекрасно это понимают, и все, в общем-то, ждут этого момента. Чем же закончится вот эта выборная гонка в Соединенных Штатах Америки. Насколько она там, кто победит и какая линия в отношении Украины будет доминировать в американской политике. Вот, собственно говоря, поэтому, что бы там сейчас мы ни говорили, какие вот даты мы там не называли, там, август, сентябрь, там, октябрь, все будет, все начнется, все определится, вернее, я бы так сказал, после 4 ноября. Если приходит президент от демократов, это означает, что помощь Украине может в масштабном, в более масштабном объеме приходить сразу, там, в ноябре месяце, потому что уже будет понятна преемственность и администрации и так далее, и тому подобное. Вот поэтому 1 ноября точно ничего не произойдет, точно ничего не произойдет, произойдет это 5 ноября или 20 ноября, мы с вами не знаем, мы, к сожалению, становимся заложниками ситуации, когда идет гонка, выборный гонка в США становится заложниками ситуации, кто же там придет к рулю. Вот примерно так. Да, Геннадий, хотел бы вас тоже спросить о предложениях партнеров Украины, может не партнеров, союзников, кто-то союзник, кто-то партнер, кто-то будущий может быть чиновник, я к чему говорю, вспоминаю о планах, которые рисовали в своих колонках и Борис Джонсон, бывший премьер-министр Британии, а потом уже бывший чиновник администрации Трампа, Помпео. Вот их предложения, от кого они идут, куда они идут и зачем эти предложения, как вы считаете, кому они на руку? Я думаю, что Джонсон, встретившись с Трампом, видимо, их была серьезная большая беседа, и Джонсон, видимо, хотел произвести определенный эффект, влияние на оказательную позицию Трампа. Видимо, они о чем-то там говорили, видимо, в чем-то они убедили Трампа, в чем-то он их убедил, и поэтому Джонсон так аккуратно заявил о неком плане, который может послужить основой для завершения войны. Но это, грубо говоря, мысли Трампа, мысли его администрации, мысли его помощников, насколько я так понимаю, с внесенными Джонсоном поправками, предложениями, которые там принял. На мой взгляд, именно так. Вот появился этот план, то есть была серьезная беседа, взаимное влияние и взаимная корректировка позиций, после чего Джонсон решился на такую публичную озвучку, на публичную озвучку вот этого плана. Это мое мнение. Я думаю, что то, что вот Трамп хотел сделать, видимо, Джонсон это очень не нравилось, и у него были какие-то серьезные опасения. Я думаю, что именно поэтому он предпринял вот эту попытку, вернее, провел эту встречу с Трампом, для того, чтобы повлиять на эту позицию. И, видимо, он чем-то удалось, и он поспешил вот этот план озвучить в паблике, для того, чтобы, ну, вот как бы сфиксировать те договоренности, которые были с Трампом достигнуты. Мне такое впечатление, что вот он попытался улучшить позицию Трампа и озвучить ее в паблике после встречи, после визита его в Соединенные Штаты Америки. Так, Геннадий, а как оценивать слова раньше, накануне, также бывший президент Российской Федерации Медведев сказал следующее, что будет перемирие, приключение огня, неважно, мы дальше будем собирать силы, грубо говоря, и наступать, и двигаться, чтобы оккупировать всю Украину. Это он транслирует истинные цели Кремля и Путина, или он такой, какой-то свободный художник, что хочу, то и пишу, проснувшись утром? Да нет, там нет свободных художников, любому свободному художнику тут же, так сказать, прижимают одно место дверью, чтобы он там от себя тело не нес. Он просто пытается показать, что режим такой сумасшедший, что он готов на масштабную эскалацию, на завоевание идти, посмотрите, а то мы действительно начнем воевать, а то мы действительно начнем эскалацию военных действий, а то мы действительно начнем оккупировать территорию, лучше с нами договаривайтесь. У них сейчас задача зафиксировать победу. Давайте по-честному скажем. Для них победой является оккупация новых территорий Украины, для них победой будет являться международное признание Крыма, границ Крыма и так далее и тому подобное. И для них это сейчас важно. Закончится ли война? Она закончится, война в этом случае, но ненадолго. Потому что начнутся другие войны, они не начнутся, видимо, в Украине, но они начнутся вокруг. Вполне возможно, что будет развязан какой-то гибридный конфликт в Молдове. Вполне возможно, что, да и очень вероятно, что будут какие-то действия направлены на свержение режимов, на свержение власти в Грузии, об Армении, что приход там каких-нибудь авторитарных, авторитарных лидеров, руководителей при поддержке Кремля, а может быть даже при прямом военном вмешательстве. Будет обострение ситуации, на мой взгляд, если Путин оставить в Кремле в роли победителя, будет серьезное давление на Казахстан, на северную территорию. Потом начнется что-то там в странах Балтии, с Валкинским коридором, все что угодно может начаться. То есть, какая-то пауза, безусловно, будет, но Путин не может управлять страной в мирное время. Все. Такую модель он уже, так сказать, сделан невозможным сам для себя. Он может управлять страной либо в условиях какой-то войны, пусть там локальной, пусть где-то там на окраинах, либо в условиях подготовки к большой войне. Вот у него два состояния страны, про которые он может управлять, сохранять уровень политических и прочих репрессий, жестокости, подавления любого инакомыста и так далее. Поэтому, если война закончится победой Путина, а победой является все, что лучше, чем было до 23 февраля 2022 года, то тогда он начнет другие военные приготовления, оставив на время, подчеркиваю, на время Украину. Это не означает, что Украина получит безопасность, это не означает, что угроза возобновления, вторжения и прочее, она исчезнет, но будет какая-то пауза в несколько лет, если мы берем временные рамки, когда Путин будет занят другими проблемами. Ну, если он будет жив и здоров. Пока, как видим, он способен сохранять власть, удерживать ее, сконцентрировать вокруг себя определенную часть элиты, в этом, кстати говоря, помогают союзники Украины вместе с Украиной, когда нет эггент-стратеги и сумел мобилизовать экономику, поэтому пока вот он у власти, источник военной угрозы, он будет сохраняться и время от времени будут вспыхивать какие-то войны, которые будут дестабилитировать обстановку вокруг Украины. Если вот пойти по этому пути, если избрать этот сценарий, как завершение войны и подведение ее итогов. А, Геннадий, мы с вами не раз проговаривали важную, какую роль важную в этой войне играет Китай, насколько серьезную. мы вспоминали и цитировали многих президентов европейских стран, в том числе и Финляндии, который говорил, что лишь один звонок Си Цзиньпиня может остановить эту войну. Издание Bloomberg говорит к тому, что Китай может серьезно изменить свой курс и сейчас активно очень работает на дипломатическом площади. Для чего? Для того, что они тоже ждут, о чем вы говорите, 4 ноября, выборы в Соединенных Штатах Америки, и они якобы хотят продемонстрировать сейчас, что они великие миротворцы. Насколько вы верите в то, что вот именно как-то Китай может сменить курс, неважно, там, из своих соображений или под давлением, в том числе и санкций Соединенных Штатов Америки, но может ли это произойти, что вот Китай там, условно говоря, скажет Путину, слушай, давай, прекращай эту войну, заканчивай. Нет, нет, ну даже если Китай так скажет, Путин войну не закончится. Тут не нужно гиперболизировать влияние Сецепини на Путина. Это, во-первых. Во-вторых, он так никогда не скажет. По одной простой причине, что Китай является объективно союзником тоталитаризма в любой форме. Ну или практически в любой форме, кроме, может быть, горячей ядерной войны. Вот. Поэтому Китай, он будет разыгрывать свои карты. Карты эти, они очень простые, с одной стороны, и очень сложная игра по этим картам. Простые карты, они говорят о том, что мы поддерживаем, ну я имею в виду от имени Китая, мы поддерживаем тоталитарные режимы, авторитарные режимы, потому что это наши объективные союзники. Если их не будет, этих режимов, то доберутся до Китая, потому что мы тогда будем единственные крепости, оплотом тоталитаризма, которые влияют на ситуацию на планете. Нам это совершенно не надо. Нам надо, чтобы были режимы, которыми там занимался бы Запад, занимался бы Россия, занимался бы Ираном, занимался бы там реакционными режимами какими-то иными, в Азии, в Африке. Вот пусть они этим занимаются. А мы будем сохранять лицо, мы будем говорить о том, что мы миротворцы, что мы ответственная власть, что мы против войны, что мы не хотим никакой эскалации, что нам важно сохранять партнерские экономические отношения, и таким образом мы будем сохранять и удерживать свою власть в стране, над страной. Вот, собственно говоря, она вся доктрина Китая, как бы, так сказать, в двухминутном ролике. Поэтому Китай не будет давить Путина так, чтобы, там сказать, это было очень серьезным давлением по прекращению войны. Да, Китай против эскалации. Китай не хочет, чтобы ядерная риторика в мире звучала, поскольку Китай тогда теряет свое основное преимущество, это полуторамиллиардное население. Китай не хочет терять торговые отношения, потому что экономика развивается сейчас не так успешно, как предыдущие там два десятилетия. А эти два десятилетия, я просто напоминаю, там 32 с половиной десятилетия, как раз это политика Дэн Сяопина, которая ограничила власть одного лица в ведущей партии, которая, ну, узурпировала власть Китая уже давно. То есть даже изменения, даже вот эти вот, значит, смена власти внутри правящей партии уже двигала Китай вперед. Может представить, если Китай был демократическим, какой бы рывок он сделал, вперед, и точно стал сверхдержавой и лидером всего мира, если бы он был демократическим. Здесь же политическая система развития Китая, безусловно. Вот, но Китай вот сейчас, я все время говорю, что он мне напоминает какой-то такой брешневский период, какого-то там 75-го, предположим, года, когда там Хельсинское соглашение состоялось, когда началась политика разрядки напряженности, когда были контакты, когда были сокращения, сокращены ядерные арсеналы, и когда шло экономическое сотрудничество, как часы, в общем, по большому счету. Вот мне напоминает китайское руководство, вот то, старое, брежневское, когда было на подъеме, на подъеме до этого процесса мирного существования двух систем. Мы занимаем очень ответственную позицию, это нам позволяет сохранять власть в стране, но мы не можем быть в вашем лагере противников авторитарных, патриотарных режимов и диктатур, потому что тогда, ну, как бы, так сказать, вы займетесь нами, а сейчас вы занимаетесь Путиным, мы решаем свои вопросы в России, какие нам необходимы, нужна нам дешевая нефть, мы ее берем, нужен нам дешевый газ, мы ее берем, нужны нам ресурсы, мы их забираем, без всяких проблем и этим мы удовлетворены. Да, мы хотели бы, чтобы войны не было, но так, чтобы путинский режим при этом не проиграл. Ну, вот, грубо говоря, вот так, я полагаю, что рассуждают политические руководители Китая, может быть, там, много других нюансов, но в целом вот такая схема, и поэтому, если у нас с вами есть какие-то надежды, что Китай стопнет кулаком просто и скажет, Володя, все, мне я устал терпеть, завязывать с войной, этого не будет. Этого не будет ни потому, что они сами это не хотят сказать, но, естественно, в этой ситуации и уже Путин их особо сильно не слышать не будет, поскольку, как говорится, поставлена на карту его жизнь, и, естественно, она ему дороже, чем дружба с Китаем. Да, Геннадий, и также хотел бы вспомнить другого игрока в этом регионе, серьезного, это Индия. Стало известно с СМИ этой страны, что якобы 23 августа МОДИ, премьер-министр Индии, должен посетить официально Киев. И вот Газдепи, Газдепи США ожидает новые новостей о более активном участии Индии в делах Украины. Насколько Индия влияет на войну России и Украины? Насколько Индия может что-то решать? Индия может многое решать. И за Индию стоит побороться все западные коалиции, поскольку Индия стоит все-таки на демократических рельсах, и ей бы сейчас примкнуть к лагерю демократии, может быть, не в полном объеме, но, как говорится, в посильных формах и методах. Индия является ключевым сейчас покупателем российских энергоресурсов. И я бы даже сказал, не только покупателем, но еще и перепродавцом. Тут вот можно поработать, вообще за Индию надо побороться. Вообще Индия, мы честно говоря, видим все-таки сбывается, но не сбывается, а правые, правильные оценки, которые дали эксперты к финалу вот этого визита Моди в Россию. Он свернул этот визит, как только узнал, что ракету ударили по детской больнице в Киеве. И он свернул визит, и тут же, немедленно, срочно, не дожидаясь никаких-то незавершительных встреч, в коммунике срочно влетел, якобы, в Австралию. Поэтому явно он показал, что он не хочет договариваться и работать с режимом, который ведет политику геноцида и наносит удары по детям. И может быть, я не исключаю, что это повлияло лично на море вообще вся ситуация эмоционально. Мы все люди какие бы должности не занимали. И я не исключаю, что какой-то разворот в политике Индии, какой-то определенный, может быть, пока еще очень небольшой, именно произошел с того момента. Какой-то надлом произошел психологический. И мне кажется, что это очень хорошая новость, если премьер-министр Индии, а это руководитель страны, будет в Киеве. Это будут прямые переговоры с руководством Каины. Мне кажется, что это большой плюс. Я думаю, что нужно эту линию продолжать, и эту линию нужно продолжать активно как в самих Соединенных Штатах Америки, так и в Европе демократической. И эта игра стоит свеч, на мой взгляд. Индия, мне кажется, она способна войти вот в эту коалицию и предпринять серьезные контрмеры против Путина. Может быть, там не так быстро, не так резко, но, тем не менее, такие шансы, такая перспектива существует. И мы с вами, кстати говоря, об этом говорили неоднократно на наших с вами встречах в эфире. Вот поэтому хорошая новость. И я думаю, что вот это индийское направление надо активизировать и украинские дипломатии, и европейские, американские. И я думаю, что могут быть серьезные результаты здесь в этом направлении. Геральни, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про эти процессы. Взаимно, удачи. На данный шненчан с нами был Градий Гудков, оппозиционный политик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова